Всем привет! Меня зовут Ксения Гайсина, а меня Алсу Тагирова. Мы находимся в Ельцин-центре. Это современный культурный центр, в котором проходят лекции, мастер-классы и встречи с интересными людьми. А еще здесь есть музей Бориса Ельцина. Мы решили посетить его и узнать, насколько хорошо он приспособен для людей с разными видами инвалидности. Я буду знакомиться с музеем в сопровождении экскурсовода, так как для незрачего человека важен подробный устный рассказ. А я попробую посетить экскурсию самостоятельно. Поехали! Здравствуйте! Здравствуйте! Попробую посетить музей? Да, можно, пожалуйста, билетик? Держите ваш билет. Спасибо! Пожалуйста! Приятного просмотра! Спасибо! В музее предусмотрено льготное посещение для инвалидов, героев СССР, пенсионеров и героев РФ. Чтобы воспользоваться льготой, нужно просто показать необходимые документы. Здравствуй! Здравствуйте! Меня зовут Яна. Я сегодня буду твоим экскурсоводом. Очень приятно! Так, пожалуйста, возьми меня за руку. Идем? Угу! Первый зал называет «Лабиринт российской истории» и охватывает период от Первой мировой войны до перестройки, а также рассказывает историю семьи Ельцина. Залы музея достаточно просторные. В них нет лестниц и порогов. А это значит, что здесь могут свободно передвигаться как люди на колясках, так и на электроскутерах. Большая часть зала содержит экспонаты, которые находятся за стеклянными витринами, а также плакаты. Поэтому незрячие ознакомятся с этим залом с помощью специального альбома тактильной графики. И сейчас мне его покажут. Я перелистну страницу на плакат, который находится рядом с нами. Здесь тифло-комментарий к плакату, который называется «Нет гонки вооружения». Так, можешь прочитать комментарий полностью. Второй этаж музея состоит из семи залов, которые называются «Днями». Они рассказывают о жизни страны в 90-е годы. И тут начинается самое интересное. Экспонаты здесь можно трогать. И это большой плюс, ведь тактильные ощущения дополняют любой рассказ экскурсовода. Мы с тобой находимся в зале, который стилизован под советскую квартиру. Сидим сейчас на диване. Идентичным советскому можешь тоже потрогать вокруг себя подушку. Ощутить, какой материал. Он бордового цвета. И прямо перед тобой располагается журнальный стол из дерева. Президент СССР от Михаила Горбачева переходит к вице-президенту Янаеву. На ресепшене музея я взяла путеводитель. Он разработан для людей с ментальными нарушениями и подходит для детей. Сейчас я попробую выполнить одно из заданий. Поиграть со счетами и посчитать черные колечки. Я осталась довольна посещением музея, а ты? Мне тоже очень понравилось. Но ведь это еще не все. Музей открыт для самых разных посетителей. Для людей с ментальными особенностями есть зона сенсорной разгрузки, где они могут сделать перерыв. А на сайте есть социальная история. Это подробный рассказ с картинками о том, что вас ждет в музее. Для глухих и слабослышащих посетителей подготовлены видео-гиды на русском жестовом языке. Их можно скачать при входе в музей. Вот сколько нюансов нужно учесть, чтобы всем в музее было комфортно. Но это того стоит. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!